Всем привет и слава Украине! Вы смотрите новости Кавказа и Черноморского региона. Итак, где у нас случилось? В Украине погиб экс-нардет, народный депутат Верховной Рады Давид Жвани. Погиб во время обстрела в серой зоне. О его смерти сообщил первым Антон Герасченко. И вот что он написал в своем телеграм-канале. По информации нашего источника, экс-нардет погиб сегодня, то бишь вчера вечером, от артиллерийского окня возле блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка Запорожской области. Также известно, что Жвани имел российское гражданство и был неофициальным представителем Росатома. В этой истории больше вопросов, чем ответов. Что он делал в серой зоне и снабдил Герасченко этот тегом-предателем. Вы знаете, в общем-то, есть два высказывания о людях, которые недавно подошли в мир иной. Первое. О мертвых или ничего, или хорошо. И второе. О мертвых правду. Ничего или хорошо сказать про Давида Жвани мы, конечно, не можем. А что касается правды, вот тут надо очень сильно разбираться, ребята. Понятно, что фигура достаточно мутная. Кстати, родился он в Тбилиси в 67-м году. То есть фактически мы ровесники, он окон старше меня. Из известной в те времена в Грузии семьи. Отец его, физик и философ, работал в университете и в ЦК. Мать Луиза Жвани, врач-гематолог, известный врач в Грузии, всю жизнь проработала в железнодорожной больнице в Тбилиси. Сам Давид Жвани закончил Тбилисскую школу, затем Тбилисский университет. И первый интересный момент. С детства был знаком с Бадри Потаркасшевели, будущим олигархом и соратником Бориса Березовского. Это данные из Википедии, а также данные, которые сообщают. Информационное агентство «Новости Грузия». Ну, на самом-то деле, смотрите, с детства то, что он был знаком, оно и понятно. Потому что, если отец был, скажем так, шишкой, Бадри Потаркасшевели в то время возглавлял автоваз в Тбилиси. Да, он был партнером Бориса Березовского, но, кроме всего прочего, Бадри Потаркасшевели был и политиком, который пытался устроить революцию в 2007 году. У него не получилось. Спустя несколько месяцев он умер вновь, не умер от сердечного приступа. Многие говорили, что его убрали, ликвидировали и так далее. Я не знаю, честно говоря. То, что у грузинских спецслужб точно не было таких возможностей. Говорили, что убрали российские спецслужбы. Тоже сложно сказать, зачем это нужно было российским спецслужбам. Ну, так, многие, кто знал Бадри Потаркасшевели, говорили о том, что он очень сильно переживал, и у него действительно были проблемы с сердцем. Но вернемся к Давиду Жвани. Давид Жвани покинул Грузию в времена как раз введоком Сахурде. В 1999 году он получил украинское гражданство. С 2002 года он активно вошел в политику. Тогда его выбрали в Верховную Раду. В 2004 году он был заместителем руководителя штаба блока «Наша Украина». И как раз принимал активное участие в вооруженной революции. К этому же времени и относится эпизод из его биографии. Он присутствовал как раз-таки на той самой даче, где отравили, где был отравлен Виктор Ющенко. В июле 2008 года Давид Жвани дает интервью, в котором он говорит, что Ющенко не отравили. Что результат вот его, значит... Вы помните, у него было обезображено лицо. Это результат посещения пасеки. А так у него был панкреатит, какие-то проблемы с желудком, отравление, позвоночник. В общем, все сразу было у человека. В 2010 году он поддержал практически все соглашения с Россией. В том числе и соглашения о продолжении пребывания Черноморского флота России на территории Украины вплоть до 2042 года. Ну, интересно, что ушел из фракции регионов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Это вот первая попытка разгона Майдана. А вот в 2020 году Жвани делает вообще интересное заявление. Он говорит о том, что является соучастником преступного захвата власти, пятым президентом страны и его команды, то есть Порошенко, в 2014 году. То есть практически он поддерживает версию Кремля о революции достоинства, как о государственном перевороте и, внимание, призывает Зеленского отдать под суд участников вот этого самого переворота, то есть организаторов практической революции достоинства. Понимаете, в чем дело? Вот тут очень интересный момент, потому что 20, 21, 22 год это попытки именно Кремля шатать Украину изнутри. Они никогда не прекращались, но вот особенно активные попытки в 2020 году играли на противоречиях Порошенко-Зеленским, а в 2021-2022 году уже довели на Минские соглашения, потому что прекрасно понимали, что принятие Минских соглашений и выполнение их в редакции Москвы расколет общество абсолютно. И что касается Запорожской области и связи с энергоатомом, с атомной промышленностью и так далее. Ну, во-первых, Давид Желания был очень хорошо знаком, и по имеющимся у меня данным имел контакты с Кириенко, который сейчас зам главы администрации президента России. И из того, что я увидел в сети по поводу его связи с атомной энергетикой, это, конечно же, пребывание его на посту министра по чрезвычайным ситуациям. Там же было дополнение и ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И в 2016 году адвокат Артема Кима, это сын гендиректора Писсариона Кима, гендиректора Энергоатома, он заявил о том, что Давид Желания был причастен к устранению Виссариона Кима с должности руководителя Энергоатома. Я же говорю, что ситуация достаточно мутная, учитывая, что он был в Запорожской области, там же рядом Энергодар. Достаточно, ну, можно выдвигать какие угодно теории. Я сейчас этим заниматься не буду. В принципе, я описал политический портрет усопшего, думаю, что этого вполне достаточно. То есть ряд эпизодов, это эпизод с отравлением Ющенко, это эпизод с революцией достоинства и эпизод с атомом, атомной энергетикой и с Виссарионом Кимом. Они достаточно, скажем так, прозрачно говорят о его фигуре. Геряшенко назвал его предателем, вполне возможно, я еще раз говорю, это я не комментирую. В силу того, что я не настолько компетентен в украинской политике. Но я постараюсь в ближайшее время поговорить с кем-нибудь, кто более или менее знает этот кейс. Переходим к другим новостям. А самое интересное и тревожное, это то, что Минобороны Беларуси вдруг нежно заявила, что США и их союзники наращивают присутствие у белорусской границы. Мол, создала вооруженные силы Украины, создали группировку численностью до 20 тысяч человек, что требует реакции со стороны Беларуси. И разворачивают, значит, как они говорят, силы спецоперации. То есть, опять актуализировался кейс вторжения Беларуси. Я понимаю прекрасно, что на Лукашенко наверняка давит Путин, но понимаете, в чем дело? Нужно быть полным безумцем, чтобы в такой ситуации ввязаться в войну. Я бы еще понял, если бы он ввязался в войну, например, в первые дни войны, когда было неясно, кто победит и так далее. Сейчас-то ясно, кто победит. С большой долей вероятности, если он вяжется, просто у него не будет другого выхода. Говорят, что его шантажируют жизнью сына. Не знаю. Ничего не могу сказать, но даже надо было. Ну, фактически, знаете, как с 2020 года Беларусь оккупирована Россией. Фактически, по факту. Да, Лукашенко есть, да, он принимает решение, но в данном случае делать из него жертву я не собираюсь. Я думаю, вы тоже не будете. Он такой же упыль, как и Путин. Его также ждет место на скамье подсудимых в Гаге, если он доживет. Но так или иначе, понять механизмы вот этого всего стоит, я думаю, разобраться в этом. Переходим к новостям Кавказа, новости Азербайджана. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халав Халавов сделал следующее заявление, что после встречи в Брюсселе считается, что армянская сторона согласилась на мирное соглашение и процесс делимитации. Тут очень важный момент. Да, согласилась, но она добавила еще шестой пункт по поводу безопасности армян Карабаха, проживающих в Карабахе. Дальше Халав Халавов заявил о том, что мирные переговоры будут проводиться на основе предложений Азербайджана из пяти пунктов и возвращение семи сел Казахского района и Кирки будут осуществляться соответствуем с требованиями процесса делимитации. Насколько я понимаю, Халав Халавов будет главным переговорщиком в комиссии по делимитации границы. Кто будет с армянской стороны, пока, честно говоря, непонятно, хотя назывались имена, но знаете, официального подтверждения, что вице-премьер Григорян будет. Но пока официального подтверждения, по крайней мере, на тот момент, когда я записываю это видео, нет от офиса вице-премьера, поэтому давайте воздержимся. Ну и президент Али вместе с первой леди посетили Физулинский район. Протокольное мероприятие заложили в фундамент Лицея в Физулин, посадили деревья на территории нового центрального парка, приняли участие в церемонии закладки фундамента районной центральной больницы. В принципе, вот экономический район Карабах, который был создан для Алиева, конечно же, это мощный драйвер вообще всего. Скажем так, капитализации победы в 44-го дневной войне. И понятно, что постараются сделать максимально выставочную модель, которую можно будет предъявить миру. То есть, что было и что сейчас. Приветствуется. Только приветствуется. Конечно же. К новостям Армении. В Армении опять бутят, опять протесты. Оппозиция, требующая отставки Никола Башнина, сегодня начала 64-х разных административных районов Еревана к центру. Причем, ну, бутят они по-взрослому. На момент записи этого видео задержано уже более 60 человек. Но это означает, что эти шествия одним сопровождаются акциями неповиновения. Одну колонну, я знаю, возглавляет Артур Ванецян, другую Сагат Ильян, это вице-спикер Национального собрания Армении. Как? Что? Это уже будем смотреть по итогам. Ну, давайте посмотрим на эту ситуацию немного с другого раку. Главная цель Москвы, ведь практически во всех странах Пусовка, это наличие раскола в обществе и создание таких механизмов, чтобы можно было постоянно давить на власть в случае, ну, хоть даже диалетической возможности принятия решений, противоречивших интересам Кремля. Сейчас вероятность таких решений в Армении достаточно высока. Создается комиссия по делимитации, и в общем-то есть вариант, что Армения будет нормализация отношений и мирных договоров с Азербайджаном и нормализация отношений с Турцией. А что это значит для Российской Федерации? Для Российской Федерации это значит, что по факту третий оказывается лишним. Так вот, акции оппозиции, на мой взгляд, являются попыткой свержения, не попыткой, вернее, свержения власти, а попыткой давления на власти Армении. Причем, это далеко не единственный такой инструмент, наверняка она идет по всем направлениям. А задача очень простая не допустить прорыва в формате бюджетского трека между Арменией и Азербайджаном и не допустить нормализации отношений с Турцией. Кстати, вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян принял послов представителей посольств стран ЕС, США, Великобритании и Швейцарии. Интересный набор, не правда ли? И вот напоминаю вам, что Рубен Рубинян никто иной, который участвует именно главный переговорщик с Турцией по вопросу о нормализации отношений. И, то есть, он информирует о том, что происходит. Понятно? Думаю, что понятно. Ну, конечно, есть вариант, есть вариант, что в Москве пойдут на крайние меры, но, ну, и попытаются сместить по членам, но это возможно только насильственным путем, потому что, ну, реально, несмотря на гиперактивность оппозиции, у них сил для того, чтобы смесить Пашиняна, нет. Да и быть, в общем-то, не может по той, по тем раскладам, которые есть сейчас в Армении. Переходим к новостям Турции. Министр обороны Турции Хуси Акар заявил о том, что Турция в ближайшие дни ждет позитивные сдвиги в вопросе о реализации проекта совместного производства с Францией и Италией. Система противовоздушной обороны САМПТ. Еще из новостей Турции Касыбр Мартакаев прибыл с официальным визитом в Турцию, о чем сообщает официальный сайт АКОРДИ. А политики турецкие делали вчера заявление по поводу Ня Европы. Чаушо Глум, это министр иностранных дел Турции, сказал о том, что события, происходящие в центре Европы в 21 веке, словно возвращают нас к середине 40-х годов. Для нас это предупреждение, это война, которая кардинально изменит архитектуру европейской безопасности и после холодной войны является поворотной точкой для Европы. В принципе, это то, что сегодня понимают все. Весь вопрос, как понимают и что делать дальше. А теперь давайте перейдем к новостям Грузии, главной новостью Грузии на сегодняшний день. Сейчас то, что суд наконец-то согласился рассмотреть состояние здоровья Михаила Саакашвили и предложение было сделано перевести Саакашвили в частную клинику в Ивамед, что уже радует. Конечно же, это предложение было принято и это, знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что ни о каких симуляциях и так далее, о которых постоянно заявляли члены правящей партии, речи быть не может. Иначе бы Саакашвили просто отказался. Правильно? Ну, вот. Так, но сейчас я вам скажу, если мы говорим про демократию и так далее, вот вам, пожалуйста, пример отсутствия демократии или наличия. Во время того, когда работают демократические институты, соврать вот так вот нагло практически невозможно. А у нас это вполне возможно. То есть, сказали, в чем речь идет о состоянии здоровья человека, оставили в покое, что он третий президент. У нас все можно. И, уважаю вас, никто в результате этого вранья в отставку не уйдет и из политики тоже не уйдет. Просто у нас так принято. Вот вам наличие даже института, отсутствие демократической традиции. Об этом идет речь. Депутаты парламента Грузии запросили явку в парламент двух министров, министра экономики и министра иностранных дел вовремя. Правильно, потому что действительно и там, и на том, и на другом направлении у нас серьезные проблемы. Было бы интересно послушать министров. Они придут 27 мая. Честно говоря, это долго, но это лучше поздно, чем никогда, как говорится. и в заключении о наших европерспективах. Сегодня Грузия сдала вторую часть опросника на членство в членство ЕС. Там есть два варианта. Первый вариант, то, что нам дадут, это кандидатство, а второй вариант, что отправят куда подальше, сказав, что ребята, вот у вас тут, тут и тут недоработки, и поэтому, скажем так, давайте поработайте еще прежде, чем стать кандидатом в членство ЕС. Ну, во-первых, начнем с того, что вообще стремление в ЕС у нас началось еще при Шевармадзе, потом при Мише это стремление приняло гипертрофированную форму, вплоть до того, что начали вывешивать и до сих пор вывешиваем флаги ЕС, чего я, честно говоря, никогда не понимал, но если ты не член ЕС, то почему на всех государственных учреждениях, во всех кабинетах и так далее флаги ЕС. Ну, типа того, это символ нашего стремления. Ну, хорошо, ладно. Пусть это будет символом нашего стремления. Сегодня мы от ЕС, на мой взгляд, гораздо дальше, чем были в 2016 году, когда мы заговорили о том, что нужно стать кандидатом в член ЕС. До этого было получение ассоциированного членства и так далее и тому подобное. Не знаю, как это закончится, не знаю, чем это закончится, потому что давайте прямо скажем. Членство в ЕС и даже получение кандидатства членства в ЕС, которое, кстати, ничего не решает, потому что, судите сами, Турция давным-давно кандидат в член ЕС ничего особенного не дает, за исключением, конечно, статуса. Можно быть десятилетиями кандидатом в член ЕС. Зачем нужна сама ЕС, я неоднократно говорил и скажу еще раз. ЕС нужна для доступа к европейским фондам и технологиям, европейскому финансовому рынку и к самому большому и самому богатому рынку в мире. 447 миллионов человек живет в ЕС и я вам скажу, что 447 миллионов очень богатых, очень состоятельных людей, которые могут покупать ваши товары и которые могут инвестировать в вашу экономику. Поэтому членство в ЕС, несмотря на то, что там есть и минусы, там есть минусы с регуляциями и так далее и так далее, подобное, не скажу, что это самое плохое, что может случиться со страной, но еще раз говорю, если будет при это решение о предоставлении кандидатства, это будет политическим решением, которое по большому счету мало что значит. На этом, пожалуй, все. Большое спасибо и слава Украине!